Кто-то у нас тут купается. Да, вода грязнющая, но... Та-дам! Это тот самый единорог, который шился 3 года. Поэтому и вода такая грязная. Возможно, придётся несколько раз замачивать. И сегодня я, наконец-то, вам покажу финиш. Он шикарен, правда? Пока мокрый, сохнет, прополоскало. Видно некоторые косяки, но я думала, после высыхания этого не будет видно. Красота на фоне некрасивой ванной. Но бывает. Там после стирки всегда цвета яркие, такие сочные. Ничего не поленяло. Так что, хорошо, ждём высыхания. Единорог ещё не совсем высох, он влажный. И сейчас самое время его гладить, я считаю. Гладить я буду с изнанки на всякий случай. И через тряпочку. И вот он готов. Три долгих года. Несколько нервных срывов. Психи по поводу перетирания синих ниток, которые постоянно рвались и путались. И в июле этого года 19-го, наконец-то, я его закончила. Да, закончила я его как раз в период очень сильной болезни. Так что у меня пока что не очень радостные ассоциации с этой вышивкой. Поэтому я её пока не буду оформлять. Единственное, что я сделаю, это обработаю вот этот край. Потому что я накосячила. И, в общем, да, я надеюсь, это будет достаточно, чтобы натянуть впоследствии. Вот столько ниток осталось. В принципе, я нитки не выкидываю. Их можно будет приспособить под что-нибудь. В общем, да, подобрать по цвету. Выше что-нибудь ещё. Какие мои впечатления? Как я уже говорила, сюжет мне очень нравится. Сам единорог мне очень нравится. Впечатления о нитках Мадейра. Ну, что я могу сказать? Светлые оттенки. Коричневые, зелёные, красные, жёлтые. Нормально. Никаких претензий. Даже блестящие вот эти вот металлизированные ложились хорошо. Всё прекрасно. Синие просто ужасные. Они постоянно путаются. Это постоянные узлы, перетирания. Просто тянешь нитку, опа, она разошлась. Как будто это, я не знаю, столетние какие-то нитки, которые хранились в болоте. В общем, да. Три года я его шила. Три года. Я не знаю, когда я его закончила, у меня не было какого-то особого сильного восторга. Возможно, потому что я болела, у меня была температура достаточно высокая. Либо потому что я вообще, в принципе, очень сильно болела. И я вообще думала, что я помру. Да, отчего тоже я, в принципе, старалась быстрее дошить единорога. Странно, да? Ну, вот так оно и есть. И я его дошила, скрутила в рулон и убрала. Вот, сегодня достала. Решила постирать. Не знаю, может, попозже ещё достану оверлок, обработаю края и окончательно уберу в рулон. И буду ждать красивой рамки или вдохновения. Чё-то у меня тут тоже какой-то косяк. Ну, в общем, вся работа у меня косячная. У меня вот тут ещё дыра была огромная. Я тут заделывала её, но вроде не видно. Сейчас. Ну, вроде смотришь и не видно, да, что косяк. И вот тут чё-то мне не нравится. Вот. Чё-то какие-то дырки. Ну, да пофиг. Я уже не смотрю на это. В целом, издалека, особенно если очень издалека смотреть, вот так смотреть, то, в принципе, нормально. Вполне мне нравится. Я буду подбирать рамку, пока я не встретила хорошую, которая бы мне понравилась. Но впечатления о золотом руно пока не знаю. Какое у меня ещё один набор лежит начатый. Вот. И я буду смотреть, как пойдёт тот. И сейчас я участвую, опять-таки, в СП. Да, вон кусочек видно. Городские истории. Сегодня среда. У меня вывихнутое плечо. Я молодец. Вот так вот. Мятое. Ничего страшного, да? Я надеюсь, вы стерпите. В общем, к прошлому СП... Тьфу. К прошлому отчёту я не выполнила условия. И сдуру ляпнула, что к следующему, то есть к воскресенью отчёту, я вышью первый этаж, и вот ещё башенка будет. Как бы первый этаж у меня не закончен, рука болит, но я думаю, у меня есть ещё время. Я надеюсь, я успею. В принципе, за сколько там, 3-4 недели я вышила вот этот кусок. То есть уже идёт прогресс, так что я надеюсь, что я, по крайней мере, один дом вышью. В общем, вот такие у меня вышивальные истории. Да, сейчас я немножечко ещё болею. Ещё немножечко. У меня депрессия, конечно, даёт себе знать, но я пытаюсь с ней бороться. И я надеюсь, я наконец-то начну снимать опять видео, потому что я хочу к Новому году подарок. Я хочу тысячу подписчиков на Ютьюбе. Губа не дура, но как бы... Хотеть не вредно. Так что вот. Спасибо всем за внимание, кто следил за моим единорогом, моими страданиями и моей любовью. Да, моя прелесть. Я очень рада, что я его всё-таки доделала, не бросила, не выкинула, не сожгла. Ну, вот такие делишки. Всем спасибо. Всем удачи, лёгкие крестиков, хорошего настроения и, главное, здоровья. Всё, всем спасибо, всем пока!